Я главный агроном агрофирмы Новобатайская. Агрофирма Новобатайская расположена в южной зоне Ростовской области, Кагальницкий район. Основные характеристики это среднегодовое количество осадков 486 мм, тип почвы чернозем предкавказский, гумус 3,7, подвижный фосфор 22 мг на кг, среднее значение по обеспеченности обменной калий 400, среднее значение серо 7 мг, это средняя обеспеченность. Структура пассивных площадей выглядит следующим образом, это будет иметь отношение к нашему дальнейшему разговору. 13 850 гектаров пашни, озимая пшеница 50-55%, горох 12-15%, подсолнечник 12-15%, яровой 7-8%, гичмень, просто 7-8%, кукуруза 5-6%, пар черный 4-5%, свекла 2-3%. Все кроме подсолнечника и свеклы у нас идет на переработку, либо на переработку в крупу, в муку, либо реализуется с помощью, вернее не с помощью, а в виде семенного материала. Поскольку большая часть у нас идет, потребляется зерна мягкой пшеницы на муку, перед ограделом стоит определенная задача. Задача следующая, то есть на круг, с учетом смешивания, мы должны получать не менее 23% клейковины. Протеин нас интересует постольку, поскольку, то есть это по действующему ГОСТу, это четвертый класс. Больше хорошо, меньше плохо. И под это, соответственно, заточенная и структура предшественников подозимую пшеницу, и сорта. Структура предшественников пар 5%, горох 28%, колоссовые 20%, пропашные 32%. По просу мы сеем только твердую пшеницу, тоже для нужд крупоцеха. Обратите внимание на сорта. Пользуясь случаем, я скажу, что агроферма Нарбатайская является старейшим представителем Краснодарского института по производству семян около 30 лет. Мы уже представляем в Ростовской области семена. Значит, что касается сортов. Сорта, вот как коллега из РЗАГР рассказывал, примерно такая же система испытания и у нас. По каждому предшественнику испытывается ряд сортов. Самый лучший выбирается и размещается уже в производстве на производственных площадях. Обратите внимание, поскольку у нас задачи не заоблачные, так скажем, по гликовине. Большинство сортов это из группы ценных сортов. Сильные из них только Гомер и Яланчик. Занимают они относительно небольшие площади и присутствует даже сорт Таня Филлера. Он не то, что присутствует, он занимает достаточно большие площади, свыше 1000 гектаров. Мы давно очень работаем, это около 20 лет, работаем с лабораториями. То есть все назначения по агрохимии, которые мы делаем, мы делаем с учетом анализов почвы, анализов растений. Но, к сожалению, у нас не всегда получалось. То есть мы выполняем рекомендации зональных систем земледелия по питанию фосфором, по питанию калийному, по подкормкам. Но результата того, которого нужно, мы видели его не всегда. То есть я не могу сказать, что у нас стоит задача 25 получить клейковины на круг. Я щелк, и у меня получилось 25. Щелк, постоянно возникали вопросы. То есть мы не видели того, что хотели видеть. Значит, поэтому была поставлена задача руководством, мы ее выполнили. Серия проведена, агрохимических опытов была. Что мы хотели выяснить в результате этих опытов? Первое – это установить минимальные пределы по количеству применяемых удобрений без ущерба количеству и качеству. Раз. Следующий момент – изучить возможность уменьшения технологических операций при несении удобрений. Два. И третье – изучить влияние различных вспомогательных препаратов, включая мезо- и микроэлементы, на количество и качество урожая. То есть это то, что Ирина Борисовна Аблова любит называть препараты «одна молекула на ведро». Ну, как бы здравое желание вложить поменьше, получить побольше. Контрольный вариант выбрал самый тугой сорт «Таня», с которым больше всего был проблем, сорт «Филлер». Предшественник – подсолнечник, 5 миллионов схожих, ну, стандартно рекомендуемые установки. Обработка семян фунгицид плюс микроэлементы. Удобрение с осени – 40 килограммов азота, 36 килограммов фосфора. В смеси селидра плюс аммофос в рядки. Это на тот момент сложившаяся схема уже была. Значит, и удобрение весной, рассчитанное по нормативным методам. То есть в зависимости от содержания азота в метровом слое почвы. То есть есть нормативное задание. 210 килограммов считается минеральный азот, метровом слое почвы, аммонийный плюс нитратный вычитается. И разница – это ранне-весенняя подкормка. Расчетный уровень урожайности состояла задача получить 6 тонн с гектарой. Получить и получать. Вот это на протяжении 5 лет было контрольным вариантом. Сразу скажу, чтобы вопросов не возникало. Значит, опыты заложены были по методике общего дела. Проведен дисперсионный анализ, статистическая обработка данных. То есть на результаты можно опираться смело. То есть они повторяемые, во-первых. То есть выводы, которые я буду вам называть, они повторяемые и они достоверны. Я таблицу пропущу с результатами, потому что из практики она... Это, во-первых, за 5 лет таблицы очень большие. Варианты длинные и сложные. Они нечитабельны, вы просто ничего не поймете. Значит, я перейду сразу к выводам. Вывод номер один. Значит, контрольного варианта с 36 килограммами фосфора с осени достаточно для получения 6 тонн с гектара при минимальном значении подвижного фосфора в слое почвы, в верхнем пахотном слое. То есть это нижний 10 миллиграмм на килограмм, нижнее значение. Значит, для получения зерна третьего класса, то есть при добавлении к этому варианту фосфора ни с осени, ни в виде подкормок весной урожайность дальше не росла. Но росло зато качество. Для получения зерна третьего класса обеспеченность фосфором должна быть не менее 15 миллиграммов на килограмм по мочигину. Если содержание меньше, значит, третьего класса вы, скорее всего, не получите. Или у вас будут неустойчивые результаты из-за разности почвенных разностей. Следующий момент. Если вы сеете по полям с низкой обеспеченностью, фосфором ниже 10 миллиграммов на килограмм, до 15 миллиграммов на килограмм, исправить проблемы с фосфором весной не получится. Никакими способами ни ЖКУ, ни подкормки ничего не приведет ни к повышению урожайности, ни приведет ни к повышению качества. Самое любопытное то, что растет содержание фосфора в растении, но отзыва на урожайность и на качество нет никакого. Следующий момент. Это что касается фосфорного питания. Следующий момент. Азотное питание. Значит, дробление основной дозировки селитры нецелесообразно. То есть дробление не приводит к повышению урожайности. Оно не уменьшает урожайность, но и не добавляет прибавок ни по количеству, ни по качеству. Следующий момент. Применение некорневых подкормок после калашения не дает устойчивых результатов. Это очень важный вывод для нас, потому что мы не одно десятилетие работали, у нас был свой самолет, мы обрабатывали мочевином, делали постоянные, учитывали анализы содержания азота, фосфора, соотношений, но результата мы не получали. Он то был, то не был, то был, то не был. Вот в течение пяти лет мы достоверно выяснили, что поздние подкормки, после калашения, я подчеркиваю, после калашения, не дают четких устойчивых результатов в условиях Ростовской области. Что делать? Получается, что мы очень важный момент выяснили, устойчивые результаты по повышению качества дают подкормки до цветения. То есть целесообразно, если вам удалось, до диагностики, которая у нас проводится в калашении, в листьях содержания азота и фосфора, если вам удалось получить 5%, значит вы гарантирую получаете тройку. Кстати, я пропустил четвертый вариант, контроль плюс N30, это мы сразу, с первого года этот вариант выделился, мы сразу же запустили его в производство. То есть в добавлении к нормативной дозировке 210, добавление 30 килограммов некорневой подкормки дает стабильные прибавки по качеству и по количеству. Далее, значит, восьмой вывод. Микроэлементов с семенами достаточно. Ну, это я как бы вывод сделал такой, ни один из вариантов с микроэлементами не давал прибавок ни по количеству, ни по качеству. Но это касательно частных случаев, касательно нашего хозяйства, я не исключаю, возможно, из-за того, что мы очень долго занимались с куриным поменом. Практически на всех полях был куриный помен в значительных дозировках. Может быть поэтому. Это не факт, что это будет для многих или для кого-то отдельных. Следующий момент. За пять лет применение калийных удобрений ни в основное внесение с осени, ни с пассивом, ни в виде подкормка не увеличивало достоверно ни урожайности, ни качества. Следующий момент. Значит, в вспомогательных препаратах, то есть философского камня, которые способны достоверно увеличивать количество и качество урожая, тоже не было обнаружено. Вот такие получились у нас результаты. Значит, далее. Я взял как бы на себя смелость, я не знаю, насколько это как бы математически грамотно, я посчитал, сколько будет стоить средняя надбавка за 1% протеина. При действующих ценах сейчас на конец января, это по рифу взятые цены, и цены взятые по удобрению. Что у нас получается? То есть добавка 1% протеина дает нам 3180 рублей на гектарах. За это мы можем купить 48 кг азота действующего вещества и 30 кг фосфора. Что это означает? Это означает, что на данный момент, при данных ценах на удобрение и на пшеницу, удобрения азотные выгодно носить до тех пор, пока растет урожайность с использованием генетики сорта. То есть если вы используете, хотите тройку, вам нужно использовать ценные, хотите двойку, использовать сильные сорта. Вот так выглядит этот график. Кривой выглядит рост урожайности. В зависимости от азотных подкормок весной. Это абстрагированный график. То есть вы видите, до какого-то уровня он растет, пока позволяют условия, в основном у нас в Ростовской области лимитируют продуктивную влагу. Потом наступает плато. Если вы продолжите вносить азотные подкормки, некоторое время будет расти белковость зерна. Это речь идет о выгодности предыдущей таблицы. Нельзя вернуть обратно, но неважно. В принципе, получается, кормить пшеницу нужно только до возможного потенциала по урожайности. Дальше повышать белок за счет подкормок при отсутствии роста урожайности не выгодно пока при данных сложившихся условиях. Теперь два слова про твердой пшеницы. То же самое, один к одному, плюс к нормативному заданию 20 килограммов азота и уборка без дождя. Прошло созревание, нужно убирать. Будут осадки сильные, больше 30 миллиметров. После созревания зерно помутнеет. Там единственное требование по стекловидности. То есть, получаете стекловидное зерно, значит, вы задачу выполнили. Если не получили, значит, как-то так. Все, спасибо за внимание. Здорово. Дискуссионные, наверное, вопросы. Выводы. Калий-400. Средние запасы. Значит, я, как бы, вопросы сразу еще скажу, пользуюсь моментом. Значит, ничего из того, что я сказал, не идет в разрез существующей тенденции, которая прописана в зональных системах земледелия. То есть, все там написано правильно. Расчеты там, в принципе, правильно. За единственным но. Этим данным уже 30-40 лет. Новые сорта, которые производят сейчас, кубанские сорта, которые производятся, это сорта с совершенно новой генетикой. Которые имеют, по всей видимости, просто больший потенциал извлечения, скажем, питательных веществ из материнской породы, чем стародавние, по которым проводился расчет этих таблиц. И, два, сменилась за это время система земледелия полностью. Она коренным образом изменилась. Это было все на наших с вами глазах. То есть, там тоже уже другие реалии. То есть, нужны фундаментальные исследования в этой области. Кто их будет делать, когда их будет делать, будут ли, скорее всего, наверное, нет. Кроме Ольги Георгиевны, больше нам, как бы, положиться не на кого. Все, друзья, спасибо. Вопросы? Спасибо. А, еще, минуточку, минуточку. Я прошу, если кто-то не допонял что-то, я веду канал, называется Агрономический практикум, где я рассказываю вот об этих вещах. Он есть на Ютубе, есть на Дзене. Вы можете просмотреть. Я вот эти все выкладки там даю. Вот этих еще там нет. Но, в основном, как рассчитываются дозировки, как рассчитываются, какие приемы применяются, как это все используется, там это все есть. Может быть, и будет. Все, спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok